Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над балачом, а притопор тебя прочел Крамовый царь великий, Кенис! Хорошо слышал? Да, вполне. Вы откуда будете, если не секрет? Я сейчас не скажу. Не понял. В Москве живу. А, в Москве. Блогер, стример? Ну, у вас хромакей, поэтому... У вас хромакей. А, это стена просто. Я понял, да. А в Москве, если не секрет, в каком муниципальном районе живете? В Восточном. Это административный округ. Восточный. В Кузьминке, Кузьминке, Выхино. Ну, в Юго-Восточном. Какой? Юго-Восточном? В Юго-Восточном. Ну, Юго-Восточном, Новогиреево. Ну, в Юго-Восточном, Новогиреево. Ну, в Юго-Восточном, Новогиреево. Ну, я спрашиваю, вы в каком живете? Ну, вот я там живу. В каком именно? В Юго-Восточном, Новогиреево. Ну, понятно. Ну, хорошо. На окейке вы общаетесь в рулетке. Да, на самом деле, правда. Вопросы есть у вас интересные? В собеседниках. Я понял, у вас. Вопросы есть у вас интересные? Вопросы? А по какому-то путинку? Что? Не понял. На какую-то путинку вопрос? Да на любую. Ну, у меня, вы, кстати, под запись для канала идете, возможно, если будет интересная беседа. Тематика у меня история, ретрофутбол, наука, политика, музыка. Ну, музыка ретро, я, рок, там, в 90-х, 80-х, 70-х. Ну, я очень люблю. Да. Какую группу? Почему музыку любят рок-коррот? Джаз. Какую группу любите? Из прошлого. Из прошлого. Я не ломан, я не ломан, мне кто-то, что нравится. Очень много. Тут, например, спортиверс, диперпл. Я вот диперпл фан, да. Какую, какую вещь диперпл больше всего уважает? Да я не знаю, я просто слышал. Ну, понятно. Не, ну, у них много хитов, там, допустим, smoke on the water, помните? Да, конечно. Да, конечно. Но какие-то ступители with fire gun don't the place to the ground. Ну, я вот, smoke on the water, знай наизусть. Ну, я просто слышу. Child in time, знай наизусть. Sweet child in time, you'll see the line. Line strong between the good and the bad. Ну, и так далее. А, кстати говоря, по Москве вот вопрос такой, никто не может ответить. Может, вы слышали истинные причины закрытия на два года каковской линии метро? Это официальная версия, что в связи с строительством Третьего Кольца, она ни о какой логике не выдерживает. Почему? У нас вообще-то на самом деле очень быстро строится. Я в курсе, я в курсе. Дело в том, что строительство Третьего Кольца, вот этого Большого Кольца идет, это же никто не спорит. Но линия Кашишка-Каховка – это участок действующего кольца, о котором еще писали в 70-х, что это будет будущее кольцо. Зачем закрывать действующий участок, если строится вне его? Для стыковки нужно несколько дней с каждой стороны. А зачем на два года его закрывать? У нас есть какие-то проблемы. Я понимаю, что раз закрыли, значит, есть проблемы. Но вот так вот я думаю, что вы в курсе, какие проблемы. Меня это интересует лично. Ну хорошо. Почему мне именно это нужно истинствовать? У меня много интереса, почему именно тем, что закрыли метро? Нет, но я думал, что вы в курсе. Может, вам неинтересно, но, может, слышали по телевизору, там, или еще какие-нибудь версии. Потому что по телевизору даже… По телевизору я не могу сказать, что вы уже там… Ну или там по радио, по ФМ, когда там в машине едете. Потому что этот вопрос вообще даже не обсуждался. Закрыли, как будто так и надо. На два года взяли и закрыли. Закрывают выходы. Закрыли, как будто она интересует тех, кто там живет. Я там не вижу. Но я знаю, я понял, что она вас не интересует. Я понял это, да. Вот меня, кто там живет, тебя, наверное, интересует. А вот меня реально интересует. Поскольку я практически там живу. Ну, у вас эта версия есть? Нет, версии тут несколько. Ну, ладно, если вас интересует, я не буду останавливаться. А как относитесь к… Вообще по МЦК ездили? Да, много раз. МЦК нравится вам, да? Да, там. Вот сделала все супер, кроме одного момента, на котором я останавливаюсь попозже. Как вы думаете, когда Мосгордума впервые приняла решение об организации пассажирского движения по Малой Московской Железной Дороге, которая называлась она до того, как мэрия отжала у Московской Железной Дороги эту линию. В каком году Мосгордума приняла решение об организации пассажирского движения вот по этой линии? Которая сейчас называется МЦК. да нет ну я я же не я же не я же это же не экзамен я ваше мнение я спрашиваю не что зачем циками когда мцк открывалась или когда построена москва или когда построена сама линия сама линия пас сама линия построена в 1908 году или седьмом кстати говоря но вы почти попали почти попали а мосгордума впервые приняла решение в 1911 году и вот тут спустя более чем 100 лет это реализовали а почему я в этом вспомнил потому что все хорошо на этом кольце кроме графика график как будто взят с тех лет с 1911 года когда когда его разрабатывали до скорость и движение очень маленькие до тех техническая скорость интервала нормальный а средняя скорость очень маленькая поэтому поезда выстаивают по две минуты через каждые две станции оборот составляет оборот составляет час 28 хотя бы хотя бы хотя могли бы сделать элементарно 57 минут ну удобно я не спорю да ну вот я вам сказал свое мнение я вам сказал свое мнение что один один минус в этом деле вот именно расписание график движения они они довольно довольно часто там станции я вам говорю что график составлен настолько медленно технической скорости у поездов выше 100 километров там даже до 140 что поезд что поезда по две минуты выстаивают через каждые две станции что чтобы выждать график поскольку они приходят сопережения вот чем была идея но хорошо я по я вас понял а за себя он был совсем не разговорник увы но есть еще семейки где с умилением глядят на укромовные наклейки а сало русское едят а когда из канада я прибыл и пошел наниматься в салон меня мастер в салоне не принял кажетини укромовный закон и по конституции еще раз заявляю власть харьковской области твердая и сильная мы не позволим никому учить нас жить я заверяю вас харьковской области не будет ни донецкой ни львовской власти будет только харьковская власть гндр марш 2 проспал 2 1 2 2 2 Внимание! В платформе номер четыре прибывает пассажирский поезд пятьдесят девять Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер шестьдесят восемь, Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар отправляется с пятого. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Субтитры сделал DimaTorzok